Таджики – великолепный народ. Любые ситуации их не пугают и не будут продолжать говорить правду. Досмотрите это видео до конца и вы узнаете то, что многих шокирует, но только не таджиков, которые варятся во всем этом. Подписывайтесь на наши обновления и будете в курсе всего самого актуального. И включайте, пожалуйста, VPN. Задержанный таджикский блогер Абду Сатор Пермухамад Зада в письме из СИЗО подтвердил, что с первых дней ареста подвергся жестоким пыткам. Меня избивали, пытали током. Так что мне не хотелось жить, пишет блогер. Источник, близкий к следствию, передал 19 октября копию письма блогера, в котором он сообщает о пытках и избиениях во время допросов в ОМВД и следственном изоляторе. Письмо написано от руки. Знакомые Пермухамад Зада заявили, что, судя по почерку, письмо написано самим блогером. Проверить эти утверждения пока не представляется возможным. 44-летнего блогера Абду Сатора Пермухамад Зада 8 июля вызвали на допрос в ОМВД по городу Вагдад. И после этого родственники его больше не видели. В письме из СИЗО блогер пишет, что с первого дня задержания подвергся жестоким пыткам и психологическому давлению. Сотрудники милиции и следователи пытались заставить дать признательные показания по сфабрикованным, по его словам, обвинениям. 8-10 дней пыток, полной изоляции, угрозы и оскорбления в адрес моей семьи заставили меня взять на себя преступление, которого я не совершал. Я под физическим давлением прочитал на камеру подготовленный сотрудниками УБОП МВД Таджикистана текст о якобы постоянном контакте с лидером оппозиции Мухидином Кабири и подготовке вместе с ним революции в Таджикистане, пишет Абду Сатор Пермухамад Зада. Близкие блогера 9 октября сообщили, что он под психологическим и физическим давлением дал признательные показания. Они потребовали аннулировать эти показания. Как вы относитесь к такой ситуации и к тому, что, несмотря на все это, блогер решил рассказать правду? Своё мнение напишите нам, пожалуйста, в комментарии. Письмо Пермухамад Зада поступило в то время, когда суд над блогером проходит в Душанбинском СИЗО за закрытыми дверями и без участия родственников. В своём письме блогера называют предъявленные ему обвинения сфабрикованными, заказными и политическими. Цель властей, по его словам, посеять страх в журналистском обществе Таджикистана. Пермухамад Зада пишет, что чиновники МВД Таджикистана обвиняют его в политической ненависти, недовольствии политикой правительства, эмоциях при подготовке репортажей, поддержке идей запрещенных организаций, дружбе с Далери Мамалеей и Абдулло Гурбати, нескольких комментариях и лайках, распространении копий и стихотворения «Это революция» политолога Абдулло Рахнамо. Задержанный блогер пишет, что некоторые комментарии в соцсетях и лайки под публикациями в соцсетях от его имени появились уже после его задержания и конфискации мобильного телефона и заявляет, что критика работы властей вовсе не означает протест против существующего режима. Разве можно расценивать как политическую ненависть критику какого-то чиновника рассказу о росте цен на продукты и топливо из-за бездействия властей, спрашивает он. Абдулсатор Пермухамад Зада в своем письме из СИЗО отмечает, что не верит в правосудие в Таджикистане и уверен, что приговор ему будет вынесен еще до ареста в коридорах власти. Но я хочу, чтобы четверо моих несовершеннолетних детей знали. Их отец никогда не был ни экстремистом, ни преступником, а был наивным журналистом, который мечтал о том, что его дети жили свободно в демократическом обществе, а не под гнетом отсталой феодальной власти. Абдулсатор Пермухамад Зада, бывший корреспондент радио Садо и Душанбе, стал широко известен в ноябре 2020 года после публикации своего видеоролика в День президента, отмечаемого 16 ноября. Он сказал тогда, что находясь в безысходном положении, водит такси, но его шокировали огромные штрафы и бездарная работа ГАИ, сотрудники которой придираются к водителям по любому поводу. После этого он открыл свою страницу на YouTube и строго выступал в социальных сетях на злободневные темы, за что, по сути, и получит срок. Как вы относитесь ко всей этой ситуации? И как вы думаете, кто может ее остановить? И стоит ли это делать? Или вы считаете этих людей виновными? И свое мнение напишите нам, пожалуйста, в комментарии. А у нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи!